Русская птицстройка на тепловозной тяге сильно отстала от Китая. Экономика. Китай сегодня 23 апреля 7.57. Русская птицстройка на тепловозной тяге сильно отстала от Китая, отказываясь от развития высокоскоростных железных дорог. Мы лишаем себя шанса на экономический и технологический прорыв. Михаил Морозов. Комментарии в просмотров 5318. На ИОТО. Высокоскоростная железнодорожная магистраль в Китае. ФОТО. В Китае открылась высокоскоростная железнодорожная магистраль. Не так давно премьер Дмитрий Медведев сообщил, что Россия пока не будет строить высокоскоростную железную дорогу Москва-Казань. Министр финансов Антон Силуанов разъяснил, что в правительстве считают проект слишком затратным и нерентабельным. В том смысле, что он не принесет быстрой прибыли в бюджет. Отказался от дороги и президент Путин. О том, какую роль играют подобные магистрали в жизни таких больших стран, как Россия, наверху предпочитают не говорить. А между тем, идея связать столицу и восточные регионы, а может быть и продлить дорогу до Пекина возникла после посещения президентом России далекого, но ныне хорошо известного российским туристам, китайского острова Хайнань в 2011 году. Китайские коллеги, видимо, с определенным умыслом прокатили российского руководителя на поезде по высокоскоростной магистрали, которая пронизала остров с севера на юг. Дмитрий Медведев, он тогда занимал высший государственный пост, дорогой не впечатлился. А отвечая на вопрос автора этой заметки, «Не стоит ли нам создать что-то подобное и вообще перенять китайский опыт?» Он сказал, что у России нечто аналогичное имеется и вообще у нас своя дорога. Читайте также. Страна вчерашнего дня. Китай оставил США в дремучем прошлом. Поднебесная потрясает новейшими технологиями, которые нам и не снились. На самом деле, ничего подобного в России пока нет. К ВСМ во всем мире причисляют дороги, на которых поезда ходят со скоростями 300 километров и выше. Наши Сапсаны и 200 километров в час не набирают. И, тем не менее, в 2013 году на высшем уровне был подписан меморандум о сотрудничестве в деле сооружения ВСМ Москва-Казань. Проект сначала оценили в 900 миллиардах рублей, потом стоимость выросла до 1,1 ТРЛН. Половину и даже больше из этой суммы предлагала в качестве беспроцентной ссуды и без государственного обеспечения китайская сторона. Условие одно строительство силами китайских компаний. С тех пор много воды утекло, немало миллионов потрачено на предпроектные работы, техническое и финансово-экономическое обоснование. И вот, судя по высказываниям российского руководства, решено от проекта отказаться. В итоге Россия лишает себя одного из самых совершенных видов транспорта, который при ее мошштабах мог бы стать драйвером развития, укрепить единство и повысить мобильность населения. Но поскольку у нас все принято мерить лишь деньгами, то при нищающем по вине правительства население, такие дороги действительно могут стать лишь абузой для бюджета. А, представьте, как бы было здорово, если бы мы смогли добраться из Казани в Москву за 2,5 часа. Китай тем временем обзавелся самой совершенной и протяженной в мире сетью ВСМ, насчитывающей 29 тысяч километров. Эксплуатируется свыше 3,2 тысячи высокоскоростных поездов, которые перевозят более 1 миллиарда пассажиров в год. Ежегодно в эксплуатации вводится по 2,5 вопросительный знак 3000 километров ВСМ. А это и современнейшие, удобные вокзалы по всей стране, где все великолепно организовано, и силовая сеть и сами дороги, и придорожная инфраструктура. Скорости от 300 до 350 километров в час позволяют сломать обычное представление о времени и пространстве. А стоимость билета в 3 вопросительный знак 5000. Рубли в переводе на наши деньги делают их доступными для всего населения КНР. Например, поездка на такое расстояние, как от Москвы до Казани, обошлась бы россиянину, если брать китайские стандарты, около 3,5 вопросительный знак 4000 рублей. Пока мы мучаемся строить или не строить одну магистраль протяженностью 800 километров в Китае в ходе реализации 13-го пятилетнего плана, 2016 вопросительный знак 2020 ГГ, потратят на строительство и модернизацию железных дорог 3,5 ТРЛН нюаней, около 503,6 миллиарда долларов США. К 2020 году протяженность эксплуатируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей Китая составит 30 тысяч. КМ, сетью ВСМ будет охвачена более 80% крупных городов. Но может быть, на самом деле дорогу Москва-Казань не строит, потому что не доверяют китайскому качеству и безопасности эксплуатации. За комментариями автор заметки обратился к руководству Китайской железнодорожной строительной корпорации, СРСС. По словам пресс-секретаря СРСС и директора корпоративного департамента Лишу Шаня, с технической и технологической точки зрения для китайских партнеров нет никаких препятствий реализовать такой проект в сжатые сроки. В битве за Турцию сойдутся российские Су-57 и американские F-35 американцы, шантажируя Анкару за приобретение у России С-400, могут нарваться на неприятную ответку, если президент Путин нам поручит такую дорогу построить. Мы выполним это задание достойно, заявил без тени сомнения член Совета директоров ССС и Ван Венчжун, ведь наша корпорация выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству и эксплуатации высокоскоростных магистралей, ВСМ. То же касается и нового российского проекта высокоскоростной железной дороги Москва-Петербург. Отвечая на вопрос о рентабельности ВСМ, Ван Венчжун заявил, что такая задача стоит, однако в КНР не рассматривают железнодорожные сообщения лишь с точки зрения его прямой окупаемости. Это вклад в повышение уровня жизни китайского народа, в укрепление единства страны, сказал Ван Венчжун. ВСМ дают огромный эффект с точки зрения общего развития экономики, улучшения мобильности населения. А пока китайские коллеги ожидают от России большой заказ. Они только что подписали соглашение на строительство ветки московского метро до коммунарки и уже строят часть второго кольцевого контура в районе проспекта Вернадского-Мичуринского проспекта. Компания эта многопрофильная, сооружает железные дороги, метро и скоростные магистрали, реализует другие проекты в 120 странах мира. Так может быть нам перестать мерить все лишь деньгами и построить ВСМ Москва-Казань? Тем более, что китайцы готовы помочь. В прошлом году, отвечая на вопрос автора этой заметки, посол России в Китае Андрей Денисов не исключил в качестве причины задержки начала строительства нашу главную болезнь. Поскольку в КНР ведется настоящая и, прямо скажем, жестокая борьба с коррупцией, работать по нашим правилам соседи не могут. Всплыве информация о финансовых нарушениях, в Китае за это можно лишиться не только должности и свободы, но и жизни. Так что о высокоскоростных дорогах россиянам приходится пока мечтать. Об авторе – Михаил Морозов, спецкор газеты «Труд», Пекин. Новости Китая В одном из вузов Китая открылась умная столовая.